Раны, полученные им в результате ответных действий Азербайджана, еще сильнее стали кровоточить после празднования нашей страной годовщины Великой Победы и грандиозного салюта в городе Шуша. На политической сцене Армении образовалась настоящая давка, которая чуть ли не взорвала внутриполитическую ситуацию крошечной страны. Бесконечные разговоры вокруг возможной встречи или видеоконференции лидеров трех стран в годовщину капитуляции Армении, радикализация оппозиции против Пашиняна. Спекуляции вокруг запуска Зангизурского коридора в политических кругах Армении внесли определенные корректировки в политическую повестку, и Кремль устами своего представителя заявил, что встреча или онлайн-конференция Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна не планируется. Это немного успокоило армян, так как в форпосте все думали, что Пашинян подпишет очередную какую-нибудь бумагу, что еще больше опозорит их. При этом армяне забывают, что именно подписанное Пашиняном ровно год назад заявление и спасло Армению и армян. Если бы в армянском обществе был хоть один добросовестный человек, он бы объявил Пашиняна настоящим спасителем Армении. Увы, как и во все времена, и сегодня невозможно найти такого благоразумного и адекватного армянина. На фоне всех этих беспокойных и внушающих армянам животный страх процессов, враг предпринял несколько попыток спровоцировать Азербайджан на ответные военные меры. Незаконный визит министра обороны Армении Аршака Карапетяна на азербайджанские территории, которые временно находятся в зоне ответственности российских миротворцев, стал самым нашумевшим скандалом. На это Азербайджан отреагировал на самом высоком уровне и выразил недовольство российской стороне, которая обязалась содействовать нормализации ситуации в регионе. Визит главы Минобороны вражеской страны на территорию Азербайджана без ведома азербайджанских властей – это уже перебор и серьезная помеха для российской стороны, которая после каждого такого скандала все больше теряет свой имидж в глазах азербайджанского народа и государства. Официально Россия на протест Азербайджана по поводу незаконного визита Карапетяна в Карабах не ответила. Но, по данным военных источников, Карапетян побывал там по поводу вопроса о разоружении незаконных формирований, в том числе и остатков вооруженных сил Армении, которых миротворческие силы России обязались вывести села-территории Азербайджана. Что произойдет дальше, покажет время. Другим знаменательным событием политической повестки, которая касается ситуации на Южном Кавказе, несомненно стало продление срока мандата турецких военных, продолжающих службу в российско-турецком мониторинговом центре в городе Агдам. Турецкий парламент продлил срок пребывания турецких военных специалистов в Азербайджане еще на один год. Также обсуждается увеличение численности турецкого военного контингента в Азербайджане. Добавим, что в день годовщины Великой Победы 8 ноября в Шуша состоялось торжественное мероприятие. После церемонии открытия и закладки фундаментов, ряд важных объектов в Шуша, культурной столице Азербайджана, Ильхам Алиев вместе с главами силовых структур принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Турецкий министр прилетел в Карабах вместе с главой генштаба вооруженных сил Турции и командующими различных родов войск. В Шуша глава военного ведомства повторил позицию Турции и ее армии о том, что Азербайджан – братская страна, и ее безопасность является важнее всего. Поздравив азербайджанский народ с годовщиной Великой Победы, Акар отправил месседж всем внешним игрокам, которые всячески пытаются воссоздать новые конфликты на Южном Кавказе. Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что мобилизованы все силы государства для укрепления братства между Азербайджаном и Турцией. А на освобожденных от оккупации территориях создается мощная военная инфраструктура, и это является приоритетом государства. Итог всех встреч и переговоров один – все страны должны быть привержены принципу сохранения мира и укрепления хороших отношений между всеми странами региона. На фоне празднования Великой Победы, азербайджанское правительство представило парламенту новый проект государственного бюджета, в котором в первую очередь предусматривается увеличение военных расходов. В ходе обсуждения закона проекта о государственном бюджете Азербайджанской республики на 2022 год министр финансов Самир Шарифов заявил, что на данные цели планируется выделить 2 млрд 200 млн манатов. По его словам, в то же время, с учетом геополитических процессов, в качестве одного из приоритетных направлений в госбюджете определено укрепление обороноспособности вооруженных сил, создание военных частей на освобожденных от оккупации территориях. Министр добавил, что расходы госбюджета на эти цели составят 15%, то есть 4,5 млрд манатов. «В целом планируется повышение военных расходов на 404 млн манатов», — сказал он. Задыхающиеся от злости армяне под залпы салюта азербайджанской армии в городе Шуша пытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана. Небольшую группу ястребов, которые во время войны черт знает где прятались, полиция разгоняла примерно за полчаса. Всех запихнули в автозаки и увезли в отделение. А военно-политическое руководство Армении решило взять небольшой реванш, рассчитывая на то, что им все-таки удастся продвинуться на нашу территорию хотя бы на пару километров. Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, в полдень 9 ноября около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, передвигаясь в направлении озера Горогель-Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. Армянские военнослужащие пытались закрепиться на этой позиции. В результате проведенной азербайджанскими подразделениями военной операции 60 армянских военнослужащих были взяты в окружение, все их действия были ограничены. Утром, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военные создали условия для их возвращения. Разумеется, детали инцидента и причины принятия такого решения руководством Армении изучаются военными ведомствами и Азербайджана, и России. Несомненно, что из этого будут сделаны соответствующие выводы. Результат провокации врага еще раз показал, что железный кулак, как дамоклов меч, висит над их головой, и в любой момент готов пресечь эти горящие желанием отделиться от плеч пустые черепа. Их и на этот раз спасли русские. А в Армении до сих пор считают, что Россия недостаточно защищает армян и даже умудряются обвинять ее в предательстве интересов союзника. Кроме того, наших неугомонных соседей взбесило и заявление МИД России. Устами Захаровой Россия поддержала создание консультативного регионального механизма «Три плюс три» и считает, что пришло время перевести планы по его запуску в практическое русло. Об этом недавно на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы исходим из того, что формат «Три плюс три» отвечает интересам всех стран региона», — сказала она. «Это было холодным душем для армян, и так в холодную погоду конца 2021 года». Официальный Ереван постоянно повторяет о необходимости возвращения к формату в рамках минской группы ОБСЕ, чтобы опять втянуть в региональные процессы своего традиционного покровителя, который плюнув на все международные нормы. Упорно поддерживал Армению и ее оккупационную политику на протяжении последних трех десятилетий. А формат «Три плюс три» не позволяет внешним игрокам спекулировать разногласиями в нашем регионе и использовать политические споры в своих корыстных интересах.